Если у вас какие-то привычки действительно постоянно возвращают на прежнее русло и вы не можете их из себя изжить, надо подумать, как вы можете изменить обстоятельства вокруг себя, чтобы эти привычки не возобновлялись. Это как с наркоманами. Если вы вылечились от наркомания, потом вернулись в среду, где это процветает, вы быстро вернетесь обратно на иглу. Чтобы этого не происходило, нужно менять среду, в которой вы функционируете. И тогда ваши привычки тоже быстрее будут переделываться. Вам кажется, что вы, например, некую работу, например, создание какого-нибудь документа, вам на него нужно 5 дней, допустим. Но вы же не знаете, что будет в эти 5 дней. И в эти 5 дней что-нибудь случается. Вот в чем смысл ошибки планирования. Нам кажется, что мы знаем, как будущее будет. А мы не знаем. И вот это все мы не можем предусмотреть. Поэтому правильно что делать? Нужно делать с запасом. То есть я вообще предлагаю, если у вас, например, есть 5 дней на создание какой-нибудь работы, вы можете себе сказать, что вы должны 75% сделать в первые 2,5 дня. И если вы такой себе ставите, как бы, этот, то вы очень хорошо пройдете и на пятый день будете спокойны. И своевременный отчет красиво выходит. Документ, работа, монтаж, слезы и любовь. Если у вас что-то не получается, то вы неизбежно будете нервничать. Это нормально. Здесь главное не превратить сам этот невроз по поводу того, что что-то не получается, в какую-то такую самозащиту. Потому что человек начинает оправдывать себя, что он нервничает, потому что не получается. И пусть кто-то другой прибежит и за него сделает. Но, знаете, тактика плохо срабатывающая. Если прибегут и сделают, вам от этого точно легче не будет. А в следующий раз вы будете испытывать еще больше стресс, когда нужно будет чему-то обучиться. И это, ну, как бы, это наша внутренняя задача. Перестать быть человеком, который лежит. Значит, надо вставать, использовать ресурсы, которые у тебя есть, делать шаги. И после того, как вы получаете осознание, что вы можете, вы можете менять, вы можете создавать, вы можете конструировать собственную жизнь, вы можете добиваться тех результатов, пусть они вас не так, ну, как бы, не манят прямо вот со страшной силой. Ну, то есть, вот, совершенно необязательно, вот, есть вот это ожидание, что что-то такое будет прекрасное в моей жизни появится, я захочу и побегу за этим. Да не будет так, потому что, когда бежать, все равно начинаешь задыхаться, потеешь, ноги болят и так далее. Любое движение к мечте будет сопряжено с дискомфортом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА